Диспансеризацию усовершенствуют с этого года. Обследования и медпомощь будут более адресными, сообщается на сайте Министерства здравоохранения ТУВЫ. Страховые медицинские компании должны будут присылать гражданам, которым рекомендуется пройти диспансеризацию, смс, письма по электронной почте с напоминанием, либо звонить им по телефону. Медучреждения, в свою очередь, должны также организовать прием людей, чтобы они, придя на диспансеризацию, тратили минимум времени. Особенность новой диспансеризации – более активный онкоскрининг для выявления некоторых видов онкозаболеваний на ранней стадии. Если полный цикл обследований проходят раз в три года, то онкоскрининг будут с 2018 года проводить через год. Обследование будет проходить в два этапа. Если на первом этапе у человека найдутся проблемы, его направят на более углубленные обследования. Как ранее отмечала министр здравоохранения России Вероника Скворцова, полный цикл обследований и анализов позволит закрыть вопросы с самыми распространенными заболеваниями. Нужно изменить отношение населения к своему здоровью, сломать привычку обращаться к врачам уже тогда, когда вовсю болит, сказала она. Бесплатная диспансеризация положена всем россиянам старше 18 лет. Школьники и студенты приходят на нее организованно.